Итак, всем привет дорогие друзья, с вами тут Эмпалта, а я сегодня попытаюсь ответить на вопросы своих подписчиков по Трансформерам 5. Да-да, потому что это такая очень заинтересованная тема среди моих зрителей. И вот сейчас вот мы будем отвечать на вопросы. Первый у нас вопрос был там, почему Мегатрон не убил Кейда? Ну так вот, я не понял, почему он его не убил, этой информации пока нет, но зато я нашел вот эту информацию. Скарпонок похищает тело поверженного Мегатрона у армии США и возвращает его к жизни при помощи своей собственной Искры 8. И кто этот Скарпонок, я вам сейчас расскажу. В отдельном сериале Скарпонок, создание лорда Зарака, огромный скорпион, когда Зарак с ним соединяется, то получается Скарпонок, это одна из черт, которая разделяет трансформеров. Сам Скарпонок слабый, в принципе, он ничего не может сделать. Вначале он был темным, не хотел, чтобы его видели, но сразу после смерти Гальватрона он показал свои истинные цвета. Непонятно, почему его считают таким сильным, но когда он соединяется со Скарпионом, то тогда он может много чего разрушить. Когда умер Гальватрон, я не понимаю, наверное, в пятой части как раз он сдохнет-то. И вот у Мегатрона будет опять новое тело всё-таки-то. И ни с чем не связано вот этот вот новый костюм и меч там, то, что вот у него есть. Он просто, походу, в него вселился этот самый Скарпонок, и теперь вот такая вот хрень получается. Будет ли дрифт? Так. Сейчас я попытаюсь раскрыто ответить на этот вопрос. Так. В прошлом месяце трансформеров сообщили, что автобот Дрифт вновь вернётся на экраны в Последнем Рыцаре, но выглядит будет по-другому. Со слов Майкла Бэя, уже давно стало известно, что новой альтформой выступит Мерседес АМГ ГТР. И вот, наконец, режиссёр Великодушно приоткрыл тайну основного облика персонажа. Бэй выложил в Твиттер изображение автобота, которое выглядело демонстрирует, как Дрифт предстанет пятой части Трансформеров. Разработчики не изменил, или главного персонажа всё ещё выглядит роботом-самураем и выделяется ещё больше благодаря красному цвету. В общем, концепт арта также указана дополнительная информация. 16-метровый автобот больше не в бегах, а известен миру как доблестный воин. На радость зрителям он очень похож на себя прежнего. И как раньше, ловко управляется с двумя мечами, но лучше оценить его облик, может, будет с выходом официального трейлера. Трейлер ещё выйдет с его обликом, вот видите. Так. Вот, про баррикейдок-то как раз. Однако, несмотря на твёрдое намерение создателей держать в тайне повороты сюжета, не приходя сомневаться, что зрителям увидят возвращение многих персонажей от Оптимуса, Прайма и Мегатрона, то Бамблби и Баррикейда. Ожидается и появление новых героев, в том числе Хатродос, Викса, Сквикса и Онсуота. Что касается людей, Марк Ойлберг вновь сыграет Кейда и Егера. В то время, как Джордж Дюамиль и Террис Гибсон возвращаются к королям Ульяма, Ленокса и Роберта Эпса. Соответственно, появляются на экране и новые лица. Среди них и забыла Монер, Джеред Кармайлкл, Лора Хэдок и Энтони Хорнекс. Так, следующий ваш вопрос. Ну, так. Десептикон Баррикейд, возвращающийся в пятой части научно-фантастической франжиры Майкла Бэя, получил свою персональную промокарточку. Бэй написал в твиттере, поделившись промо-фотографией этого злобного десептикона. Баррикейд все еще наказывает и порабощает. Впервые на большем экране этот трансформер дебютировал в Трансформерах 2007 года, где воплотил разведчика десептикона, в котором получили выследить символы Твики. К счастью, тогда на помощь парню пришел Бамблби. Так, его рост составляет 16 футов, то есть почти 4-8 метров, как и рост дрифта и хатрода, последний из которых впервые появится в пятых трансформерах. Так, короче, Баррикейд возвращается и будет сеять злобу и хаос порабощать. Ну что же, дорогие друзья, надеюсь вам понравился мой выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok